С импортозамещением очень хорошо звучит следующим образом. Слово-то придумали, а вот что оно означает, никто не понял. Для того, чтобы появилось импортозамещение, для этого не надо обматывать себя колючей проволокой. Это все равно, что стать победителем, условно говоря, мы здоровые люди и станем победителями побегу в третьем классе. Главное, просто себя в правильное место направить, и ты будешь победителем побегу. Для того, чтобы возникло импортозамещение, для этого должны возникнуть, начать с научных кадров. Потому что, когда мы говорим, что у нас что-то есть отечественное, я вынужден огорчить. У нас нет отечественного продукта, он либо импортный, либо квази-импортный. Я всегда привожу такой пример, просто пофантазируем победы с физического коня в вакууме. Мы объявили, что мы запрещаем зарубежным товаропроизводителям перевозить товар сюда, ну какой-то там товар, например, продукты. Но, тем не менее, мы здесь производим товар из семенного материала Голландии, и не запретили его к ввозу. Производим ту же некночи помянутую курицу, о которой мы говорим, что она исключительно наша каким-то образом, непонятно. Правда, племенное яйцо почему-то тамошнее. При том, что комбикорма – буржуевские ингредиенты, это точно. Что вакцины под них тоже, поскольку, извините, массовое производство невозможно без вакцины и всего остального, без оборудования, без убойного оборудования. Не дали по списку. Пофантазируем. Представим, что, например, Ангела Меркель и Ижи с ними там Евросоюз обиделись за поздравления с 9 мая. Ну просто обиделись по каким-то причинам. А Обама, приехав, увидев в каком-нибудь Инстаграме надпись «Обама чмо», тоже обиделся. Ну то есть ему перевели, и он обиделся и сказал своим товаропроизводителям, все, теперь мы туда не поставляем вообще ничего. Вот пофантазировать, ну нам год-полтора вот так посуществовать. Именно посуществовать, а плюс ко всему они перестанут покупать наш единственный товар, поскольку если мы вспомним топ-500 РБКшный, который опубликован, что 95% нашей, в общем-то, топ-500 это энергокомпании. Условные энергокомпании это компании, которые добывают недра, которые принадлежат не нам даже, не россиянам. Их завоевывал князь Владимир и далее по списку, то бишь объединение вот этой Руси. Поэтому, собственно говоря, может ли оно заработать? Нет, не может. Потому что на сегодняшний день люди, пришедшие, исполняющие функции власти, менеджеры, потому что, подчеркну, это не власть. Власть в России по соответствии с Конституцией Российской Федерации принадлежит народу. Так уж получилось, это статья Конституции. Либо ее надо отменить, просто сказать тогда, что это не так. Поэтому менеджеры, пришедшие к власти, с помощью, конечно, народа, нас, не желающих делать план, давать деньги, потом контролировать и выгонять их строителей, они ровно занимаются тем, что просто добывают недра, потом эти недра вывозят и получают эти деньги. Ну и тут мы там 140 миллионов суетимся лишних. Нас бы истребить бы, конечно, какой-нибудь Беломорканал бы организовать или просто эпидемию СПИДа, чумы, чего-нибудь такое, но мирное, потому что без репрессий, потому что очень хочется потом еще в мире быть очень большими и страшными. Для этого нужно просто, нужно что-то такое, лучше всего самая эпидемия какая-нибудь такая. Какая-нибудь холера нераспознаваемая, чтобы миллионов так 30-40 вымерло сразу. И, соответственно, списать, что это какой-нибудь Обама неплохой нам это все сделал. Так что, я думаю, что у наших геополитиков планы на это на раз-два сработают. Поэтому импортозамещения не будет.